Обучение во сне Это профессия одна из самых востребованных, доходных и творческих сегодня. Можно хорошо заработать и фантазии есть где разыграться. При этом обучение займет всего несколько месяцев. Есть такая профессия мастер маникюра. Отличная мелкая моторика, хорошее цветовосприятие и склонность к кропотливому и творческому труду – основные требования к мастеру маникюра. Но работа специалистов ногтевого сервиса заключается не только в грамотном выполнении этапов маникюра. Елена Бухарцова – идеальный пример того, каким может быть карьерный рост у мастера маникюра. Чтобы стать специалистом международного класса, нужно пройти обучение, принять участие в конкурсе, выступить на чемпионате России, войти в сборную России по нейл-арту и заработать это звание на чемпионате мира. Здесь можно реализовать себя как просто. Мастер маникюра, нейл-мастер, как сейчас очень модно называть эту профессию. И также можно стать ведущим инструктором в какой-то школе, можно стать конкурсным мастером, можно воплотить себя творчески. То есть это какие-то подиумные работы, работы на фэшн-показах, то есть работы для каких-то журналов. Профессия мастер маникюра сегодня одна из самых модных и сама по себе зависит от моды. Специалистам ногтевого сервиса необходимо следить за трендами, чувствовать пик популярности и постоянно повышать свою квалификацию. Ведь технологии не стоят на месте. Особое внимание в профессии уделяется медицинским знаниям. Это этапы стерилизации, дезинфекции, то есть как бы все то, что связано именно с безопасностью клиента и прежде всего мастера. То есть оказывать услуги высокого качества, то есть это мастер должен уметь. А еще должен быть немного психологом и уметь общаться с клиентами. Начинать карьеру можно в салонах красоты, клиниках, косметологических центрах, а также индивидуально, на дому. Но нужно учитывать, что работая дома, придется самому распределять бюджет и искать клиентов. Освоить азы профессии можно на специализированных курсах. Это займет всего пару месяцев, а затем регулярно повышать свою квалификацию. Также дополнительное обучение предлагают в среднеспециальных учебных заведениях. Например, в Донском промышленно-техническом колледже. Помимо создателей летательных аппаратов, готовят парикмахеров. А наряду с ними для всех студентов и не только есть курсы мастеров маникюра. По окончании ученики сдают экзамен и получают свидетельство об окончании колледжа. Кстати, курсы доп. образования здесь самые разнообразные. Маникюр-дедикюр в районе 4 месяцев. Если все вместе, ювелирное дело, значит, тоже около 4 месяцев. Остальные, вот дополнительные, что мы даем образование, зависит от квалификации человека. Если он пришел, допустим, обучаться на наладчика станков в ЧПУ, но он уже до этого где-то работал, значит, то есть мы как бы проводим тестирование. Сколько нужно его обучать? Две недели или два месяца? А в следующем учебном году в колледже появится еще одна новая специальность – сервис домашнего и коммунального хозяйства. Кукин, кулинария – такой была тема конкурсного урока на областном этапе конкурса «Учитель года». По условиям тема должна соответствовать школьной программе. И во время проведения этапа ученики как раз изучали кухню, блюда и способы их приготовления. Евгения Змею рассказывает, победу ей принесла, конечно, не тема урока, а дети. Кстати, совершенно незнакомые. Конкурсный урок проводился в чужом классе. Я детей увидела буквально за три минуты до урока. Я успела сказать им две фразы, не скажу, какие это мой личный педагогический секрет, после которого мы почувствовали себя одной командой. Возможно, этот секрет поможет донскому преподавателю победить и на всероссийском этапе. Технологии преподавания «Учитель года» использует необычные. Например, квест. Говорит, современные дети это любят. Я показываю технологию КЛИЛ, это изучение предметов, всех учебных предметов на английском языке, хотя бы фрагментарно в рамках урока английского языка. Я всегда работаю в тесном взаимодействии с учителями-предметниками, чтобы подбирать наиболее актуальную информацию для своих учеников. А коллеги отмечают еще и психологическую устойчивость, и она-то точно пригодится донскому учителю. Всероссийский этап включает в себя несколько конкурсов. Методическое портфолио, методический семинар, урок, мастер-класс, образовательный проект, классный час. Список испытаний пока в разработке. Финал учителя года пройдет осенью. Но донской учитель ничего не боится, потому что профессию свою очень любит. Выбрала эту профессию, потому что мне очень повезло. В моей жизни были такие педагоги, которые сумели меня заразить любовью к этой профессии. Я поняла, что это, наверное, та миссия, которую я хотела бы выполнять. Мы проводим треть своей жизни во сне. И было бы здорово научиться использовать это время для обучения. Помните совет со студенческих времен. Если положить перед сном книгу под подушку, проснувшись утром, можно вспомнить все, что в ней написано. К сожалению, все знают, что этот фокус не работает. Не будем терять надежду. Давайте попробуем разобраться, как работает наш мозг, пока мы спим. Те, кто смотрел фильм «Большая перемена», наверняка помнят эпизод, в котором герой Евгения Леонова пытается записать урок истории на корочку, во сне. И просит свою дочь озвучить материал, пока он будет спать. Через какое-то время девушка откладывает учебник и включает детективную радиопьесу о космических приключениях. В итоге передовые методы обучения подводят героя. На уроке он произносит полную ахинею, смешивая фразы из учебника с прослушанным детективом. Заставу в ружье, немедленно вызывайте в вертолет. И что дальше? Температуру воды в Прибалтике плюс 8. Спасибо. Садитесь. Семенович, что, наука подвела? Непроверенный метод. Но учиться по этому непроверенному методу многие пытаются и сегодня. Семенович, что учиться по этому непроверенному методу, посмотрите на правила 1 и 7. Дедикайте к этому, что учиться по этому непроверенному методу. Сергей Давыдов хотел таким способом освежить в памяти знания по английскому языку. Занимался в течение дня, а ночью во сне прослушивал и новый материал, и слова, выученные накануне. Спустя месяц понял, что в голове откладывается лишь та информация, которую получал в состоянии бодрствования. На слух во сне не воспринимается. Нет, когда не в спящем состоянии человек, он запоминает это все. А когда человек спит, у него это не откладывается. Работу нашего мозга во сне можно представить в виде склада, где грузы – это информация, полученная за день. Сразу раскладывать все по полочкам не получается, поэтому мозг разбирает груз ночью. Что-то отправляется в долговременную память, что-то переставляется ближе к выходу, чтобы оперативно воспользоваться. А что-то вообще удаляется. Важно, в это время никакая внешняя информация попасть в мозг не может, так как склад закрыт на переработку. Сон – это очень сложная структура. То есть выделяется медленный сон и так называемый быстрый сон, который еще называют REM-сном. Но в свою очередь медленный сон также делится на стадии. В стадиях медленного сна первая стадия – это засыпание, вторая стадия – наиболее длительная. В нее как раз производятся вот эти информационные процессы. Третья и четвертая стадии – это медленный сон, глубокие стадии. В них вырабатываются очень важные для нашего организма гормоны. Контакт с внешним миром возможен только в стадии засыпания. В этот момент мы слышим звуки и запахи. Во второй стадии медленного сна человек реагирует на тактильные действия. А в третьей и четвертой человека разбудить уже трудно. Он полностью блокирован от внешнего мира. И как в это время можно чему-то научиться? Это миф. В открытых источниках современных, уважаемых исследований, я говорю, естественно, о международных и зарубежных исследованиях, мы не видели ни одной статьи, ни одной лекции, которая подтверждала бы то, что во сне можно обучать человека тому или иному навыку и умению. Но это касается осознанного обучения. А как насчет рефлексов? Израильские ученые провели исследование. Малышам во сне подавали неприятный запах и звук одновременно. На второй и третьей стадиях малыши начинали морщить носы. То есть запахи им не нравились и переходили на поверхностное дыхание, чтобы блокировать поступление неприятных ароматов. А в дневное время спящим малышам подавали только звук, без запаха. И они также автоматически морщили носы. С экзаменационными билетами это вряд ли сработает. Ночь перед экзаменом многие студенты вообще не спят, а проводят время за учебниками. Но в таком случае, как утверждают специалисты, происходит лишь кратковременное запоминание информации. То есть структуризации мозг не делает. Поэтому перед экзаменами лучше хорошо выспаться и дать мозгу распределить все билеты по полочкам. Но возникает вопрос. В какое время наш мозг лучше воспринимает информацию? После пробуждения или перед сном? Проведем эксперимент. У меня хорошая память, но краткосрочная. Как журналисту приходится запоминать много разной информации. Вчера я выучила два стихотворения. Одно утром, а другое перед тем, как лечь спать. Проверим, без повторения, какое запомнилось лучше. Шумит Ростов многоголосием лиц, маняк себе ночными огоньками. Он возвышается среди областных столиц своим величием, своими площадями. Основан был он на земле Донской, по грамоте Руси императрицы. И ростовчане стороной родной по праву могут искренне гордиться. Шумит игриво вольный тихий Дон и омывает улицы Ростова. С любовью этот город возведен и восхвален великим русским словом. Мой любимый Ростов над милеющим Доном. Каждый твой огонек в переулках знакомых обнимает меня доброй улыбкой. Там, под кровом листвы южным солнцем обожженной, бродит лучик луны, задевая влюбленных. Там, кафе и цветы на прилавках торговцев, музыканты слышны в нотах чувства и эмоций. Я пропитан тобой, мой родимый, мой город. Я люблю облик твой. И в ненастии, и в холод, и в жару, и весной, в буйной радости цвета я болею тобой, если долго я где-то. Да, утреннее запомнилось лучше. Может, это связано с тем, что по циркадным ритмам я отношусь к жаворонкам? Вот в основном мы являемся голубями, но со склонностью в ту или иную сторону. И если мы говорим об обучаемости, то у сов она максимально вечером, максимальная активность, максимальное поглощение информации, концентрация на предмете активности. У жаворонков это утреннее время. Таким образом, жаворонки легче запоминают информацию утром, а совы – вечером. Поэтому учите тогда, когда у вас это лучше получается. И еще один научный факт. Последняя информация, полученная перед сном, обрабатывается мозгом в первую очередь. То есть она-то точно отложится в памяти, если сон был полноценным. Это была передача «Пусть меня научат». Программа для тех, кто собирается учиться, что, как известно, никогда не поздно. Встретимся в понедельник через две недели на телеканале Дон-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дон-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дон-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова